Я рад всех приветствовать на нашем семинаре. Семинар проводится при учебном центре ГТУ имени Бауна «Специалист». И давайте немножко познакомимся. Меня зовут Владимир Аверин. Здесь краткая информация обо мне. Я являюсь преподавателем учебного центра «Специалист». И основная цель нашего семинара, который вы сегодня будете слышать, пригласить вас на учебу в наш учебный центр. Здесь краткая информация о нем. Более подробно можно на сайте специалиста узнать. Ну а моя задача состоит вас пригласить на курс, название которого вы видите на слайде. Называется он «Создание запросов в Microsoft SQL Server». Этот курс является очень полезным. Моя задача сейчас немножко кратко рассказать про него. Но основная задача будет про джойна. Не волнуйтесь. Просто те вопросы, тот вопрос, который мы изучаем, это будет составной частью данного курса, на котором вы узнаете гораздо больше, чем про джойна. В целом, наш курс ориентирован на аналитиков, то есть на людей, которые пишут запросы и, соответственно, постоянно работают с базами данных, как пользователи, которые извлекают оттуда данные и, соответственно, создают различного рода отчеты. Данный курс характерен тем, что он не только для аналитиков ориентирован, но даже и на программистов, то есть людей, которые, в общем-то, еще пишут какой-то более серьезный код на языке SQL. Для тех, кто хочет понять разницу между аналитиками и программистами, вот на слайде есть такая полезная ссылочка, она посвящена моему предыдущему семинару. Вы его можете найти в YouTube на канале специалиста, прямо загуглив название SQL язык аналитиков или программистов. Там я кратко рассказываю, для чего этот язык создавался, на какую аудиторию он рассчитан и некоторые тоже интересные возможности из истории языка. Поэтому, кому будет интересно, можете посмотреть потом этот семинар в YouTube. Я продолжаю дальше. Да, ну, по поводу курса, чтобы закончить эту тему, я хочу еще отослать вот на наш сайт специалиста, где вы можете посмотреть информацию по данному курсу, более подробную с программой курса и какие вопросы, в общем-то, на курсе изучаются. Ну, вот здесь можно посмотреть, чему посвящен данный курс. Хотя это курс от вендора, от Microsoft, на самом деле он будет полезен любым специалистам, любым аналитикам, которые работают со SQL, чему способствует то, что язык SQL является универсальным языком, поэтому, если вы пишете или планируете писать свои запросы на Oracle для таких СУБД, как СУБД фирмы IBM, или MySQL, или Postgres, и любые другие СУБД, он на 99% вам также пригодится, потому что язык является универсальным механизмом, который позволяет писать запросы. Ну, программу курса вы сможете самостоятельно потом почитать. А я продолжаю дальше. И, в общем-то, основная часть нашего курса будет посвящена одной из тем, которые изучаются на этом курсе, а именно механизм соединения таблиц, по-другому называется Joy-запросы, с помощью которых можно в одном запросе извлекать данные, которые находятся в разных таблицах. Собственно, это является одним из основных механизмов, которые используются для соединения таблиц. Ну, немножко о самом термине Join, который на русский язык иногда переводится как слияние, иногда как объединение, иногда как соединение. Ну, моя задача как администратора, как лектор по данной тематике предложить свою терминологию, которая, в общем-то, сейчас в большинстве русскоязычной литературы также прививается. Все-таки Join давайте называть соединением, потому что для слияния есть специальный оператор Merge, для объединения есть оператор Union, а вот соединение таблиц это все-таки будет пускать Join. Что я в данном семинаре хочу вам рассказать? Ну, во-первых, как можно работать с несколькими таблицами, почему, для чего нужны вот эти соединения Join, и как с помощью них можно получить результирующий запрос, в котором данные будут извлекаться из нескольких таблиц. Попутно мы с вами изучим, что такое Декартово произведение табличек, что является, по сути дела, произведением одной таблички на другой, и с этого начинается любой Join соединение. Посмотрим, какие еще виды соединений бывают. Я познакомлю вас с классификацией различных команд, которые используются в Join. Особо отметим, для чего нужны внешние соединения. Они наиболее часто встречаются в запросах. Ну, на самом деле, Join – это достаточно профессиональный и сложный инструмент. Его нужно, в общем-то, достаточно хорошо знать и уметь работать с ним, потому что он часто проявляет себя достаточно коварно. Коварство состоит в том, что вы можете в результате ваших запросов получить совсем не то или не совсем то, что бы вы хотели получить в результате запроса. Потому что есть механизмы, которые более простые, например, под запросы, которые таких неправильностей выполнения не допускают. Ну, в конце я также расскажу о других механизмах, которые, в общем-то, могут служить либо альтернативой Join, либо, скажем так, неким дополнительным механизмом, который позволяет работать с несколькими таблицами. Итак, давайте разберем, что такое Join. На самом деле, Join и, скажем так, SQL Server, и SQL язык работают с так называемой реляционной моделью данных. Реляционная модель данных подразумевает, что все данные в наших базах охранятся в виде плоских двумерных таблиц, которые имеют два измерения колонки и строки. И между этими таблицами в базе сохраняются определенные связи. Ну, вот на данной диаграмме учебной базы Nordwind, которую мы применяем в учебных классах, показано несколько табличек. По вертикали показаны колонки, которые в этих табличках встречаются, и показаны вот такие связи, которые существуют между табличками. Обратите внимание, что эта связь образуется в конце каждой этой связи. Нарисован либо желтый ключик, либо перевернутая такая восьмерочка, которая на самом деле символ бесконечности обозначает. И в этом смысле мы рассматриваем связь между этими таблицами, как один на стороне ключика и N или многие на стороне бесконечности. Поэтому в данном случае можно сказать, что между таблицей Orders и таблицей Order Details существует связь, которая обозначает как один ко многим. Вот, скажем так, можно так интерпретировать эти связи. Ну, я продолжу. революционные модели. Революционные модели, основная задача революционной модели было не только хранить данные в виде плоских таблиц, но и максимально избежать дублирования информации. В том смысле, что максимально не повторять информацию, не дублировать их при хранении данных. Поэтому информация максимально распределяется по разным табличкам. Сейчас я покажу вам вживую диаграмму связи между двумя табличками и рассмотрим ее в качестве примера. В данном примере я буду работать с таким приложением, как SQL Server Management Studio. Это основная графическая оболочка, которая позволяет вам писать запросы и смотреть результаты их выполнения. Вот я на базе Nordwind. Сейчас покажу вам диаграмму взаимосвязи между двумя табличками. Табличкой Orders и табличкой Customers. Первая это будет табличка заказов, вторая табличка клиентов или покупателей. В чем основная идея состоит? Если мы хотим хранить данные по заказам, то мы можем хранить там в этой табличке различные атрибуты по этим заказам. Например, номер заказа, дату заказа, адрес, куда предназначается заказ, город, страна, регион и так далее. Но в этой же табличке, естественным образом, мы бы хотели хранить информацию о том клиенте, который сделал данный заказ. Но вот это как раз и является неким нарушением принципа нормализованности и приводит к дублированию информации. Если я в каждой строке заказа буду хранить информацию о заказчике, его имени, фамилии, отчестве, телефонах, адресах и так далее, то мне придется дублировать эту информацию соответственно в многих строках разных заказов, которые сделаны одним и тем же заказчиком или покупателем. А это может приводить к следующим трем отрицательным последствиям. Во-первых, я буду хранить дублирующую информацию. Во-вторых, затрудняется момент внесения изменений. Ну, допустим, поменялся телефон у заказчика. Я должен эти изменения внести во все заказы одного покупателя. И третье, в общем-то, легче сделать ошибку. Например, в одном заказе этого покупателя я назвал его так, в другом чуть перепутал какую-то букву, и у меня получился новый покупатель, что приводит к потере целостности информации. Как поступают разработчики реляционных баз? Вместо того, чтобы хранить данные заказчики в самой таблице заказов, создают специальную отдельную таблицу клиентов, где каждая строка этой таблицы это будет уникальный клиент. С другой стороны, если нужно указать, какой заказ сделан каким-то клиентом, в таблице заказов, например, создается поле Customer ID, которое будет ссылаться на аналогичное поле Customer ID в таблице заказчиков. Таким образом, всегда можно сказать, какой заказ сделан каким заказчиком. Ну это, теперь возвращаемся к нашим джойнам. А вот в наших отчетах, которые делают аналитики, как раз обратная ситуация. Нам бы для наших отчетов хотелось бы в одном и том же отчете получить информацию не только о заказе, на номере, дате и так далее, но и о самом заказчике в той же строке. То есть его фамилии, имя, отчество, телефонах и так далее. Получается, когда мы выполнять будем джойн запрос, у нас будет стоять обратная ситуация. Соединить данные, которые в текущий момент хранятся в разных таблицах. Как это сделать? И теперь мы давайте посмотрим, как работают джойны. Ну я попытался нарисовать упрощенную схему вот этих двух табличек. Слева желтым показана таблица, которую мы назовем таблицу клиентов или заказчиков. А справа зеленым будет обозначить таблица, которая будет выполнять роль таблицы заказов. Тогда, чтобы мне показать заказы определенного заказчика, нужно будет связать эти таблицы вместе. Вот для связи я буду использовать поле, оно у меня вот здесь третьим в желтом обозначено, где стоит 1, 2, 3, где каждый заказчик представлен неким уникальным целочисленным идентификатором. И у каждого заказчика этот номер уникальный. То есть я могу сказать, что единичка – это Вася Пупкин, там двойка – это Петя Иванов и так далее. С другой стороны, в таблице заказов я завожу поле тоже, которое называется номер заказчика. И по этому полю могу связать каждого заказчика со своими заказами. Сотру ссылочки и заодно их нарисую. Давайте, вот как найти все заказы Вася Пупкина. Я беру вот этот номер, да, и ищу в каких заказах этот номер представлен. Здесь единичка и здесь, да. В результате такого соединения таблиц у меня получаются две строки. С одной стороны я вывожу там имя, фамилию заказчика, а с другой стороны вывожу, скажем так, номер заказа и дату этого заказа. Дальше. Для второго заказчика, видите, нет соответствующих заказов, поэтому Петя Иванов в данный список не попал. Есть Сережа Николаев, которому тоже один заказ здесь представлен, и он у меня тоже попал в результирующий набор. Вот внизу это уже результат join-соединения. Но как, с чего начинается такое соединение? На самом деле для этого давайте рассмотрим, какие виды соединений на самом деле бывают. Всего их бывает, в общем-то, три основных типа, и еще у внешних соединений еще три разновидности есть. Первый основной тип называется cross-join. Это самое простое соединение, которое не требует указания какого-то фильтра. По-другому иногда cross-join называется перемножение таблиц. Второй join, который встречается гораздо более часто, называется внутренним соединением. При внутреннем соединении, это примерно то, что я показывал на предыдущем слайде, для каждого заказчика я хочу найти его собственные заказы. Есть еще и так называемые внешние соединения. Внешние соединения, которые еще делятся на три категории. Левое, внешнее, правое, внешнее и полное внешнее соединение. Что оно собой представляет, сейчас мы посмотрим на следующих слайдах. Начну я, тем не менее, с самого простого перекрестного соединения. Чтобы организовать перекрестное соединение, или по-другому оно называется cross-join, я могу записать запрос, который выполняет cross-join, двумя способами. Первый способ, вот здесь сверху написан, я делаю запрос из двух таблиц, которые разделяю между собой запятыми. То есть у меня запрос идет из T1, запятая T2. Я, по сути дела, хочу перемножить эти таблицы друг на друга. Ну, звездочка после слова select означает, что в результирующем наборе я получу все строки, все колонки, которые представлены в таблице T1, и все колонки, которые представлены в таблице T2. В принципе, вместо звездочки я могу выбрать любые колонки из таблицы T1 и любые колонки из таблицы T2. Второй пример снизу – это более современный синтаксис перекрестного соединения, когда вместо запятой я ставлю такое выражение, которое называется cross-join, которое на самом деле четко мне указывает, что я хочу сделать перекрестное соединение между таблицей T1 и T2. Как оно будет работать? Вот на следующем слайде, еще в более упрощенном варианте, нарисованы две таблички. Слева желтеньким – это таблица T1, пускай называется, а справа – таблица T2. Чтобы найти перекрестное соединение этих таблиц, я должен перемножить одну таблицу на другую. Иногда по-другому это называется декартовое произведение таблиц. Иногда это называется декартовое произведение матриц. Как это будет выглядеть? Смотрите, я беру первую строку из таблицы T1 и ищу, точнее даже не ищу соответствие, а перемножаю со всеми строками таблицы T2. У меня получается единичка с буквой А – 1А строка, единица с Б – 1Б и так далее. Вот это вот четыре строки я получаю только в результате соединения с единичкой. Дальше беру двоечку и выполняю то же самое. И дальше троечку. Таким образом, я без всяких дополнительных условий просто создал таблицу, где представлены все комбинации полей таблицы T1 и таблицы T2. Количество строк, которое в результирующем наборе, легко вычисляется по формуле, где я могу перемножить количество строк в таблице T1 и перемножить на количество строк в таблице T2 и получить в данном примере 12. Такое соединение – это самый простейший джоинт соединения, ну и поэтому оно достаточно редко используется. Потому что, на самом деле, если бы слева были заказчики, а справа заказы, получается, я должен был чужим заказчиком связать с теми заказами, которые они не делали. Поэтому более часто используются другие виды соединений. Например, так называемое внутреннее соединение. Здесь опять я уже нарисовал две таблички. Слева желтая будет называться таблица клиентов, справа таблица заказов. Ну, значит, если смотреть слева направо, таблица клиентов будет для нас левой таблицы, заказов – правой таблицы. Ну, здесь, в принципе, синтаксис данной команды следующий. Я пишу «select from», указываю таблицу клиентов и говорю «inner join» – таблица заказов. Слово «inner» у меня взято в фигурной скобке, что подчеркивает тот факт, что на самом деле оно является необязательным. Поэтому, если вы просто укажете всякую «inner», да, я его вот так вот зачеркну, клиента join заказы, то все будут знать, что на самом деле выполняется внутреннее соединение. Внутреннее соединение должно выполняться согласно определенному условию, которое записывается в выражении «он», где я указываю, что я должен в результате должны попасть только те строки, где номер клиента, колонка номер клиента – это вот эта колонка, это номер клиента здесь, и колонка номер клиента во второй таблице, она вот здесь. Условия следующие. Я хочу только те строки получить, где номер клиента из таблицы левой совпадает с номером клиента из таблицы правой. Ну, здесь видно, что для Васи Пупкина нашлось две строки, у него два заказа, для Сережи Николаева нашлась один заказ, поэтому результирующий набор у нас получился состоящий из трех строк. Количество колонок может быть указано только те колонки, которые мы захотим. Например, из таблицы клиентов я мог только имена и фамилии указать, а из таблицы заказов, например, только номер заказа. Тогда все остальные колонки я просто не буду перечислять в поле оператора Select. Вот вместо звездочки я могу перечислить только те колонки, которые я хочу видеть в результирующем наборе. Когда я написал звездочку, соответственно, у меня все колонки в результирующий набор попали. Вот так осуществляется обычное внутреннее соединение. Но кроме внутреннего соединения бывают еще и так называемые внешние соединения. Обычно вот такие примерчики, которые я показал, они нарисованы. На самом деле точно так же работают и запросы из реальной таблицы, реальной базы данных, что я сейчас могу и продемонстрировать. Я опять возвращаюсь в менеджмент студию и сейчас напишу запрос, который выполняет внутренние соединения из таблицы, из двух таблиц customers, клиенты. и из таблицы orders, заказы. Давайте посмотрим, как написать быстро такой запрос. Я пишу слово select, дальше указываю from, указываю первую табличку, которую я хочу, например, таблица customers. Это у меня таблица customers. Если вы хотите, можно дать краткой ссылку на эту таблицу в виде, например, одного символа, c. Это удобно, когда мы будем писать условия соединения двух таблиц. Дальше я пишу слово join, или же, как я уже говорил, можно inner join, и дальше пишу вторую таблицу, orders. После этого я могу в выражении on задать условия соединения двух таблиц. Вторую таблицу я тоже дам, алиас, пускай она o называется. Тогда условие соединения может выглядеть так. Я хочу показать только те строки, где из таблицы customers.c.customer.id, это номер, скажем так, или идентификатор заказчика, равен полю customer.id из таблицы o. то есть я написал объединение двух таблиц. Теперь мне осталось только заполнить основное поле select, которое укажет, какие колонки я хочу видеть в результирующем наборе. Ну, допустим, я хочу видеть из первой таблицы customers.c контактный, это имя, фамилия заказчика, а из второй таблицы хочу видеть номер заказа, order data, и хочу видеть дату заказа. обратить внимание, что я не звездочку написал, а выбор конкретных колонок, причем первая колонка из таблицы customers, и две, вторая и третья колонка из таблицы заказа. Давайте выполним данный запрос и посмотрим, как выглядит результат. сейчас я покрупнее его выдам, да, видите, в первом поле имя, фамилия, заказчика, дальше пошел заказ, и последнее повторил, order ID, да, давайте дату я хочу посмотреть, order data, да, видите, можно одно и то же поле на самом деле указать, тогда оно будет просто продублировано, это неинтересно. Вот сейчас более интересный результат, да, значит, первая колонка это фамилия, имя заказчика, дальше номер заказа, и дальше дата, собственно, этого заказа. Если один заказ, заказчик делал несколько заказов, да, то здесь будут эти заказы перечислены. Ну, для того, чтобы посмотреть все заказы одного заказчика, можно отсортировать их по именам, фамилиям заказчика по полю контактные, и тогда мы увидим, видите, да, сперва пошли один заказчик, да, это все его заказы, потом пошел второй заказчик, Эндрю Фуллер, да, это его заказы, и так далее. Вот таким образом мы с вами выполнили так называемое внутреннее соединение. Как можно было по-другому записать данный запрос? Сейчас я его скопирую, и можно записать его было в старом формате, да, для этого я просто поставил бы запятую между двумя табличками, написал customer, запятая orders, а условия соединения я бы написал не в выражении он, а в выражении where, и результат бы получил точно такой же, тех же 830 заказов, да, вот здесь можно смотреть, сколько строк возвращает один запрос, да, и сколько строк возвращает предыдущий запрос, те же самые 830 заказов, но, скажем так, если обращать внимание на синтаксис, да, то все-таки более правильно писать синтаксис по первому варианту, это уже стандарт на SQL 92-го года, внизу показан стандарт на SQL 89-го года, почему вот верхний вариант считается более правильным, потому что если в нижнем варианте я случайно, например, бы не указал выражение в, давайте я его удалю, да, сейчас, и у меня получился вот такой запрос, который легко бы выполнялся, на самом деле мы получили здесь то, что называется декартово произведение таблиц customers на таблицу orders, если вы посмотрите, у нас возвращено 75530 строк, это произведение каждого клиента на все заказы, в том числе те, которые он не делал, ну, такой вариант в общем-то особо никому не интересен, но это еще полбеды, но он возвращает огромное количество строк он может выполняться медленно, поэтому, например, администраторы центра нас не похвалят за выполнение такого запроса, и если бы там было, например, гораздо больше строк, как в реальных таблицах, в одной там пару миллионов, в другой там несколько тысяч, да, вы бы уже получили бы миллиарды строк, возвращаемые данным запросом, а смысла никакого не получили. Вот в новом синтаксисе сделать такую ошибку невозможно, потому что если я вот здесь вот выражение он условия объединения не буду использовать, то запрос просто даст ошибку. Видите, некорректный синтаксис, но я могу вообще убрать вот это вот. здесь он говорит, что на самом деле ошибка выражения не указан условия соединения таблицы, поэтому пока я он условия не укажу, то этот запрос работать не будет. Вот я его указал и запрос здесь комментарий еще соберу, вот он опять заработал, да, а если бы я хотел сделать перекрестное соединение как по второму варианту, я бы должен быть явно это написать. Пишется это очень просто. Никакого условия соединения я не пишу, а вместо слова inner join пишу cross join. Но в данном случае это означает, что я именно хотел сделать это перекрестное соединение, видите, вот они, 75 тысяч строк с лишним возвращаются. И это здесь, то есть здесь случайно сделать cross join как во втором варианте невозможно. Во втором я просто не указал условия выражения where. Если его вернуть назад, то я должен здесь вот, чтобы такой же результат как в верхнем, я должен написать выражение where. Ну, сортировка не обязательно. Вот я фактически вернулся к внутреннему соединению, но по старому синтаксису. Вот это живые примеры, которые я хотел вам продемонстрировать. Но на самом деле давайте еще посмотрим и другие виды соединения. И не менее часто, чем внутренние соединения, используются так называемые внешние соединения. Внешние соединения могут быть трех типов. Левое внешнее, правое внешнее и полное внешнее соединение. Откуда для чего такое внешнее соединение нам может потребоваться. Давайте посмотрим примерчик. Смотрите, сейчас на слайде покажу. Вот те же таблички я беру, но если вы помните, в первый раз Петя Иванов не сделал ни одного заказа, поэтому в результирующий отчет он у нас не попал. А если у нас задача показать всех клиентов, в том числе и тех, которые заказы не делали, тогда мы вместо внутреннего соединения делаем внешнее, причем в данном случае левое внешнее. Смотрите, клиенты это левая таблица, значит из левой таблицы мы должны извлечь все строки, даже те, которым не нашлось соответствие в условии он. В данном случае строка, которой не нашлось соответствия в условии он, это строка с Петей Ивановым. Вот она. Она в данном случае в результирующий набор попала, но так как в правой таблице нету такого номера заказчика и соответственно нет заказов и даты заказа, во всех колонках второй таблицы будет указано так называемое значение нул. Нул в данном случае отсутствие значения при соединении таблицы. Поэтому глядя на такой результирующий набор, я могу сразу сказать, что у Пети Иванова заказов нету. При синтаксисе написания я могу писать полностью либо клиенты left auto joint заказы, либо слово аутер, видите, оно опять у меня в фигурной скобке, можно опустить и написать коротко клиенты left joint заказы. Ну, условие соединения оно здесь показано. Чем же от левого соединения отличается правое внешнее соединение? Правое внешнее соединение отличается от предыдущего тем, что теперь уже из правой таблицы берутся все строки, а с левой дополняются строками, которые соответствуют условию объединения он. В данном случае обратите внимание, у меня в правой таблице заказов вот такая строка оказалась, которая ссылается на некоторого четвертого заказчика, а такого заказчика у нас в таблице заказчиков или клиентов нету, да, поэтому получается, что для всех строк уже левой таблицы должны быть заполнены нулы. Примеры, в общем-то, симметричные и правое внешнее соединение, оно, в общем-то, немножко является избыточным, потому что на самом деле я всегда могу свести любое соединение к левому внешнему, для этого достаточно просто поменять порядок таблиц, которые у нас указаны, да, поэтому вместо того, чтобы клиент райджойн заказы, я мог бы написать заказы левджойн клиенту, и тогда бы получил тот же самый результат. но есть еще на самом деле full auto join, full auto join позволяет нам соединять таблицы следующим образом, в результирующий набор попадают теперь все строки и из левой таблицы, и все строки из правой таблицы, даже те, для которого не нашлось соответствия выражения он. Видите, здесь можно вот так посмотреть, да, Петя Иванов у нас пришел, то есть full join, это как бы левый плюс правый join, вот, Петя Иванов, да, первые три строки у нас всегда возвращаются, потому что они соответствуют условию объединения, дальше, Петя Иванов, у него не было ни одного заказа, он нам в результате левого соединения, и последняя строка в результате получилась правого соединения, в результате у нас появилось вот это вот в целом результирующий набор, который называется полное внешнее соединение, это не cross join, да, вот иногда говорят, а чем это от cross cross это без всякого условия пересечения, а здесь вот давайте вот так сформулируем, что такое левое, правое и полное внешнее соединение, левое это когда туда попадают как совпавшие строки, плюс дополняются из левой таблицы те данные, которые не совпали, правое внешнее соединение наоборот из правой таблицы добавляются данные, которые то есть из правой таблицы добавляются все данные, да, из левой только те, которые соответствуют условию ООН, и полное внешнее соединение, да, туда попадают все строки, которые возвращает наш внутреннее соединение, то есть те, которые соответствуют условию ООН, плюс те, которые не соответствуют слева, и плюс те, которые не соответствуют справа ну основная задача у тех кто будет писать такие joint соединения на самом деле научиться правильно выбирать соответствующее соединение и очень часто от неправильного выбора у нас будет зависеть и неправильный результат ну на примере внешнего и внутреннего соединения до возвратимся назад да вот самый inner join если посмотрим мы же хотели вот если мы хотели выдать нам только клиентов у которых есть заказы да это соответствует внутреннему соединению но если нам нужно показать в том числе заказы заказчиков без заказов или там категории товаров без самих товаров да если у них нет никаких товаров то без внешних соединений нам тут не обойтись но нужно правильно выбирать такое соединение на самом деле часто мы будем соединять не только две таблицы между собой да но мы можем соединить и большее количество таблиц между собой давайте я живой примерчик вам покажу но запросе допустим вот у нас есть таблица клиентов и заказов но смотрите есть еще поле такой employee айди который указывает фактически сотрудника или продавца который оформил данный заказ у этого продавца тоже есть там имя фамилия там другие атрибуты вот если я хочу в запрос включить еще и продавца то во первых к этой диаграммке я добавлю еще одну табличку employee еще здесь справа да получается что у каждого заказа есть ссылочка и на таблицу клиентов которые позволяют извлечь клиента который сделал данный заказ и на таблицу сотрудников или продавцов которые оформил этот заказ поэтому если мне в одном запросе нужно написать вывести и фамилию заказчика и фамилию продавца то мне придется уже соединять три таблицы между собой как это можно сделать сейчас покажу на примере давайте в новом запросе значит мне придется сделать запрос давайте я его буду продолжать как предыдущий запрос сперва я хочу найти всех клиентов да говорю кастомерс буквой си обозначаю говорю хочу джойнить ее с таблицы заказов ордерс буковкой ордерс буковкой о обозначу говорю о дальше говорю какое условие соединения этих таблиц он говорю где си кастомер айди си равняется о кастомер айди ну и вывожу как в предыдущем примере си контактный и из второй таблицы о номер заказа и дату заказа ну это то же самое что у нас было до этого и такой запросик результат мы его уже видели а теперь я хочу еще сюда добавить соединение с таблицей сотрудников я продолжаю писать join говорю employees даю букву е допустим этой таблицы и дальше пишу условия соединения вот этой новой таблицы с уже соединенными двумя таблицами но соединить с двумя сразу я не могу поэтому я буду соединять только с той таблицы с которой эта связь обозначена в данном случае если на диаграммке посмотреть есть поле employee id в таблице ордерс есть поле employee id в таблице самих сотрудников или продавцов да вот по соответствию равенству этих двух полей я как раз и напишу условия соединения я говорю где е employee id равняется по employee id ну кстати говоря название самих колонок в двух разных таблицах не обязательно должны соответствует друг другу да поэтому в таблице employee он может называться employee id в таблице заказов просто eid там и так далее да главное что мы знаем какие колонки соответствуют друг другу смотрите теперь что я могу теперь я в результирующий набор могу вывести из таблицы сотрудников например имя и фамилию сотрудника е first name и е last name давайте посмотрим результирующий набор вот так теперь будет выглядеть результирующий набор из получившись соединением уже трех таблиц значит здесь фамилия и имя сотрудника здесь номер заказа из второй таблицы и дата заказа и из третьей таблицы имя и фамилия сотрудника который оформил соответствующий заказ вот пожалуйста показан пример из трех таблиц ну если вы придете на наши курсы конечно мы будем рассматривать и более сложные примеры но не всегда только джойнами решаются какие-то задачи ну вот здесь я показал еще несколько методов которые используются для взаимодействия между несколькими таблицами например метод под запросов когда мы в одном select запросе будем извлекать данные из одной таблицы а результат этого запроса будем использовать в другой таблице тогда вот первый запрос будет называться под запросом также можно использовать коррелированные под соединения или коррелированные такие табличные выражения для этого используются специальные операторы play иногда мы хотим не соединять объединять наборы например я могу вывести фамилии имени сотрудников и объединить с списком фамилии имя заказчиков получив так называемый такой единый справочник сотрудников и заказчиков тогда два запроса я объединю через выражение union ну на самом деле этих методов несколько значит они не только позволяют часто альтернативное решение найти они позволяют найти правильность джойн выражения потому что если мы выбрали не то соединение неправильно его написали то вы можете получить неправильный результат ну например если вы вместо внешнего соединения выбрали внутреннее то вы не досчитаетесь каких-то клиентов у которых не было заказа а другими методами например они сразу будут выполнены вот на этом я возвращаюсь к нашему курсу 761 который называется создание запроса microsoft sql сервер там вы можете изучить и джойны и другие методы работы на языке sql причем с практикой под руководством преподавателя и получить и закрепить ну знание языка а это сейчас в современном мире является очень таким полезным знанием умение писать select запросы ну так вот кроме шуток можно сказать да фактически уже от каждого специалиста требуется умение читать писать и еще составлять SQL запрос на этом как бы я завершаю нашу тему если у кого-то остались вопросы пожалуйста задавайте их либо голосом либо в чате ну а соответственно если у вас запросы возникнут позже можете писать на почту которая соответственно была показана на первом слайде наших занятий либо можете мою почту найти на сайте специалистов наш семинар завершаю спасибо за внимание приходите к нам учиться что